Братья и сестры, я вас всех приветствую. Знаете, вот на сегодняшний день история христианства насчитывает уже две тысячи лет. Знали ли вы о том, что вот в истории христианства были такие вопросы, на которые церковь пыталась ответить на протяжении не просто десяти или сотен лет, а на протяжении тысячелетия. Вот, допустим, первое тысячелетие христианства, оно было особенно тем, что верующие люди, христиане, они пытались ответить на следующий вопрос – «Как Бог стал человеком?». То есть это был настолько горячий вопрос, настолько была вот такая вот большая нужда, потому что поднимались разного рода ереси, люди пытались что-то говорить об Иисусе Христе. И вот церковь на протяжении первой тысячи лет пыталась ответить на этот вопрос – «Как Бог стал человеком?». А вот когда пришло второе тысячелетие христианства, появился другой вопрос, немножко похожий. Если первое тысячелетие пытались ответить на вопрос – «Как Бог стал человеком?», то второе тысячелетие христиане пытались ответить на вопрос – «Почему Бог стал человеком?». Это очень интересная, удивительная история Священного Писания, поистывания. Вот, допустим, евангелистян пишет, с одной стороны, очень простые слова. «И Слово стало плотью и обитало с нами». Но вот как-то по-человечески трудно это понять. Сначала, как Бог стал человеком? Ну и потом очень интересный и важный вопрос – «А почему Бог стал человеком?». А неужели не было никакого другого пути для того, чтобы спасти человечество? А вы знаете, есть одна книга в Новом Завете, которая на этот вопрос отвечает лучше всего. «Почему Бог стал человеком?» – это послание к евреям. Вот мое желание вместе с вами прочитать небольшой отрывок из этой книги. Это будет 2 глава. Мы прочитаем с 14 стиха до конца главы. Послание к евреям, 2 глава, с 14 стиха до конца главы. «А как дети причастны плоти и крови, то и Он также, имеется в виду Иисус Христос, то и Он также воспринял онное, воспринял плоти кровь, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Ибо не ангелов восприимлет Он, но восприимлет семя Авраамова. Поэтому Он должен был во всем, опять, посмотрите, уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умластивления за грехи народа. Ибо как Сам Он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь». Конечно, с одной стороны, послание к евреям, оно вводит нас с вами в очень незнакомый для нас мир, мир ритуалов и учения книг Ветхого Завета. Но в целом все послание как раз-таки открывает нам личность Иисуса Христа. И вот в этих стихах, в какой-то мере, мы с вами можем получить ответ на вопрос, о котором я сказал, вопрос, почему все-таки Бог стал человеком. Вот несколько мыслей пытаются ответить на этот вопрос. Первое, почему Бог стал человеком, мы из этого текста замечаем, для того, чтобы победить сатану. То есть, для чего Бог стал человеком? Почему Слово стало плотью для того, чтобы победить сатану? Вы знаете, вот для победы над сатаной требовалось воплощение Христа. Почему? Вы помните, самое первое провозглашение в Библии о Евангелии, самое первое провозглашение в Священном Писании о том, что будет Спаситель, оно находится в третьей главе книги Бытие, где Господь обещание дает Еве. Вы помните, что это за обещание? Интересно, что это обещание не о прощении грехов Адама, а обещание о победе над врагом Адама. Самое первое упоминание о спасении подразумевает победу над врагом Адама, над сатаной. То есть, почему Бог стал человеком? Для того, чтобы одержать победу над сатаной. Вот здесь мы с вами читаем. Он воспринял плоть и кровь, чтобы смертью лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола. В послании к евреям мы читаем в исполнении вот этого первого обещания Бога, что когда-то придет Спаситель, который избавит нас от власти сатаны. Смертью лишить силы, имеющего державу смерти, и избавить. А поэтому для нас с вами нужно не только помилование наших грехов, нам с вами нужно еще избавление. А избавление могло быть через ослабление силы сатаны. То есть, вот таким вот образом сатана имеет силу держать человека в страхе, в страхе смерти. И ослабить эту силу мог только тот, кто может заплатить за грех. То есть, только тот, кто может заплатить за грех, может ослабить силу сатаны. Сатана, который держал нас в страхе смерти. Как мы с вами здесь прочитали, посмотрите, он имеет державу, силу имеющего державу смерти. То есть сатана имеет державу или силу смерти. Удерживает человека в рабстве через страх смерти. Именно поэтому, именно человеку нужно было войти в смерть, преодолеть смерть. И мы с вами понимаем, что простому потомку Адама этого не было возможно. Ни одному человеку, потомку Адама, не было возможно войти в смерть и преодолеть эту смерть. Это мог сделать только Иисус Христос, только Бог, который стал бы человеком. Больше того, он должен был быть свободным от необходимости умирать за свой грех. То есть он должен был быть безгрешным. Для того, чтобы выйти из смерти, нужно не иметь греха, потому что смерть держит только тех, у кого есть грех. Именно поэтому Бог стал человеком. Нужна была вот такая вот способность Спасителя умереть и желать умереть. То есть он должен был хотеть умереть. И мы с вами в нашем Господе это замечаем. И еще у нашего Господа должна была быть сила вернуться к жизни. Быть во власти смерти и вернуться к жизни. Опять мы с вами понимаем, что ни один из потомков Адама не соответствовал этим требованиям, потому что мы с вами, Писание говорит, уже заработали смерть. Помните этот знаменитый текст из послания к римлянам? Возмездие за грех смерти. А между прочим, слово возмездие это плата. Оплата, заработная оплата, мы бы с вами сказали. Оказывается, грех в Священном Писании это очень и очень хороший грех тот, который всегда платит правильно, платит вовремя и платит по заслугам. И Писание говорит, что возмездие за грех или плата за грех это смерть. То есть мы с вами заслужили смерть, заработали смерть и не смогли бы ничего сделать для победы над сатаною. Поэтому посмотрите на божественную мудрость. Мы с вами прочитали, что Он воспринял плоти кровь для того, чтобы войти в силу смерти, в силу дьявола и избавить нас от тех, которые были в Его власти. Поэтому Сын Божий стал человеком. Он прожил жизнь, умер смертью и затем Он одержал победу воскресением из мертвых. Это для чего Бог стал человеком? Еще одна идея очень интересная. Уже об этом читаем в 17 стихе. Поэтому Он, Христос, должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным пересвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа. Опять, спасение человека требует не только победы над врагом, над сатаною, но для устранения еще более ужасающей вражды. То есть у человека был враг не только сатана, но есть еще вражда человека с Богом. Именно об этом говорит Библия. Гнев святого Бога. И поэтому вот это вот слово умилостивление за грехи народа перед Богом. То есть именно для этого умер Иисус Христос, совершил очищение наших грехов и умилостивление за наши грехи. То есть это то, чего требовал наш с вами грех. Грех требует очищения и грех требует искупления. Вы когда-нибудь пытались представить себя на месте людей, которые жили во время Ветхого Завета? Особенно то, что касалось приношения жертв. Как вы думаете, братья и сестры, люди, которые постоянно приносили жертвы во время именно истории Ветхого Завета, что они думали о своих грехах? Что они вообще могли думать о жертвоприношениях? А, скорее всего, они очень хорошо понимали следующее. Они понимали через жертвы, что они, люди, заслужили смерть за грех. То есть когда вы постоянно приносите жертвы, вы очень хорошо начинаете понимать, что вы заслужили смерть за грех. Но дальше вы еще понимаете, что по благодати Божьей предоставлена жертва, которая занимает ваше место. Всякий раз, когда приносилась жертва, человек это хорошо понимал. Я достоин смерти за грехи, и по благодати предоставлена жертва, которая занимает мое место. Больше того, люди, которые постоянно приносили жертвоприношения за грехи, они очень хорошо понимали, что животные не могут сделать полного искупления. Они очень хорошо понимали это. Почему? Потому что если бы жертва животного принесла полное искупление, тогда жертвы перестали бы приносить. Но во время Ветхого Завета жертвы не переставали приносить. Что постоянно людям напоминало о том, что жертва не может истребить грехов. Или как мы опять читаем в послании к евреям, кровь тельцов и козлов, она не уничтожает грех. То есть вот так вот люди о Ветхого Завета понимали жертвоприношения. Только опять плоти и кровь человека могут стать подходящей заменой. И мы читаем опять с вами об этом. Он воспринял онный. Воспринял плоть и кровь, а для того, чтобы стать жертвою за грех. Вот так вот понимается, что вот само воплощение Христа, оно не считается искуплением. Но без воплощения Христа не может быть искупления. То есть Он принял нашу с вами природу, чтобы нести наше с вами наказание. Только так мы с вами можем иметь мир с Богом. Через воплощение Иисуса Христа, который принял плоти и кровь человека, который умер за грехи совершенной жертвы. Только так мы с вами можем иметь мир с Богом. Так, для чего Бог стал человеком? Чтобы победить сатану. Для того, чтобы обеспечить нам с вами мир с Богом. И последнее, о чем хотелось бы сказать перед нашей молитвой. Знаете, воплощение Христа или для чего Бог стал человеком? Почему Бог стал человеком? Это большое утешение для нас. Знание о том, что Христос, Бог стал человеком, Слово стало плотью. Это большое утешение за нас. Посмотрите, как интересно пишет апостол Павел. Он вошел в нашу хрупкую человеческую жизнь. В 17 стихе мы с вами прочитали. Он должен был во всем уподобиться братьям. Он должен был во всем уподобиться братьям. То есть, Писание говорит о том, что Христос вошел в нашу с вами хрупкую человеческую жизнь. Знаете, очень часто мы говорим о Господе, что вот в нем не было греха. Он был безгрешным. Это действительно так. Это одна из самых важных истин священного Писания об Иисусе Христе. Но даже не имея греха, Он во всем уподобился. Во всем уподобился братьям. И даже не имея греха, Его безгрешность не защитила Его от последствий греха. Не имея греха, Его безгрешная природа не защитила Его от последствий греха. То есть, в течение Его жизни Он не был защищен от последствий греха. И особенно мы с вами видим на кресте, Он не был защищен от последствий греха. На самом деле, Он узнал и испытал наши искушения с такой силой, как никто другой. Почему? Потому что в нем не было греха. Все наши с вами искушения Он узнал и испытал с такой силой, как никто другой. Почему? Почему? Потому что в нем не было греха. Его опыт страдания намного глубже, чем опыт любого другого человека. Почему опять? Потому что в нем не было греха. Его опыт страданий намного глубже. Почему? Потому что в нем не было греха, он был без греха. И только безгрешный Спаситель может умереть за грех других. Потому что если мы с вами побеждены грехом, мы никак не можем с вами победить грех. То есть через воплощение Сын Божий смог победить грех. Это большое-большое утешение и радость для нас с вами. Еще вот интересный стих, это 11 стих, это 2 главы послания к евреям. Вот так вот пишет апостол Павел. Ибо и освящающие, и освящаемые все от единого. Так интересно, освящающие и освящаемые все от единого. И далее Павел говорит, он не стыдится называть их братьями. То есть воплощение Иисуса Христа для нас с вами это радость, что есть посредник между Богом и человеком. Как говорит Павел в послании к Тимофею, человек Иисус Христос. Предлагаю, чтобы мы поблагодарили Бога за это. Аминь. У кого желание помолиться, пожалуйста, помолитесь.